доброе утро ребята всем всем привет всем привет доброе утро ничего себе генерал вы шикуете как ну что мы отправляемся на раскопки время 6 часов в калининградской области похолодало где-то 10 градусов у нас тут 27 26 было уже тут начали страдать от жары сейчас в холодную сторону все перешло батареи отключили да то было 27 и центральное отопление ошпарило как зимой несмотря на то что модули вроде у всех уже стоят эти руки регулировочные но никто ничего не регулирует то ли специально то ли так сложилось исторически ну короче едем сюда северную часть калининградской области будем смотреть что там по распашкам по свежим есть потому что сейчас активно земли возделываются не знаю найдем чем теле нет запланированных квадрантах но будем стараться поедем в сторону курского залива там там есть поле одно где старая ярмарка была большая в те времена когда воды залива еще заходили на нынешнюю территорию суши там прям судоходных средств с лодок торговля шла и много всяких попадается интересностей по крайней мере в прошлом попадалось так что едем в те края перспективы хорошие главное найти места где свежая пашня есть потому что несмотря на то что там уже все хуже на перехожу на после распашки появляются новые цели новые сигналы новые находки не переключайтесь подписывайтесь пишите комментарии всем приятного просмотра и отличного настроения друзья проезжаем отдаленный поселок и по соседству с руинами кто-то взялся отреставрировал немецкий дом под гостевой дом кафе такой вот вариант в целом это уже гораздо лучше чем развалины кирха капут на улице шумит сильный ветер поэтому некоторые кадры приходится озвучивать дома и перед нами то самое поле которое было на территории бывшей ярмарки кукурузу убрали ну что первый такой хороший сигнал у меня был и прям вроде как монета даже вылетела какая-то зеленочка наверно три пенига скорее всего русских судя по размеру патинка такая зеленая ну да так и есть 1863 год тут еле просвечивается корона над гербом ну что же друзья начало положено продолжаем поиски а здесь и товарищ генерал по соседству подоспел и спешит похвастаться таким вот значком если я не ошибаюсь это зимняя помощь на тему дорожных указателей значок какая-то штрасса там изображена вот такая вот находка от товарища генерала так ну вот следующая находка обломок какой-то таблички было с надписью ветер какой холодный ребят вот вчера 25 градусов а сегодня чуть плюс 10 температура прыгает дома батареи только отключили и шпарили как зимой спать вообще не очень с открытыми окнами на сквозняке у меня следующая находка и вот такая пуговица руси герб сзади она черная похоже была вот лицевая часть более-менее видно ситуация с клещами на лугах и полях калининградской области со временем только лишь обостряется стоит зайти в сухую старую траву как можно обнаружить на своих штанах стремящихся вверх клещей тигрового окраса прошу прощения за то что лишаю вас возможности слышать шум и звуки окружающей природы но ветер настолько сильный что пришлось озвучивать какие-то кадры дома антон хвастается своей находкой а генерал стремится к машине камраду попалась брошь не могу сказать что она сильно старая древняя потому что изготовление довольно утонченная видим прорисованный листик а вставка скорее всего из янтаря ну это период начала двадцатого века скорее всего тем не менее довольно таки интересная уж не знаю подвеска или серьга было у кого есть догадки обязательно пишите в комментарии генерал золотую десятку поднял теперь мы ее так называем 36 год поздравляем обед идет там ветер я говорю генерал идите сюда покажите что идите черемша да у нас собранная свежесобранная черемша огурчик яичко и печеньки фенинги поперли фенинги в разных вариациях и вот такой крюк зацеп интересный ранее мне такие не попадались у него еще и клеймо есть узнает его назначение пишите в комменты обязательно на соседнем поле произрастает себе такая культура как рапс если вы обратите внимание то он уже практически зацвел желтый цвет говорит нам об этом стоит отметить что в этом году это произошло довольно таки рано обычно его цветение ну такое вот бурная прям она приходится на примерно 9 мая и у нас существует даже такое поверье как только начинает цвести рапс на море начинает клевать такая рыба сарган рыбаки знают об этом как только поля стали желтыми все можно ехать на рыбалку ловить саргана а вы слышали об этом это все опять же возвращаясь к вопросу о глобальном потеплении и смещении сезонности все вот эти вот процессы цветения в том числе всяких плодовых таких как алыча слива и так далее они приходились на более позднее время по сравнению с тем что мы видим в этом году товарищ генерал ходит скучает надеется найти что-нибудь интересное и антон осваивает прибор и азы кладоискательства находку оформил вот такая пуговка с солнышком они вот эти пуговицы они всегда звенят хорошо они из какого-то сплава сделаны вот такой да видите там даже дедушка смайлик небольшой нарисовал так что не забудьте поставить лайк друзья и мы Антона поздравляем с данным архефактом в эту сторонку отошли переходим на соседнее поле и вот такой наперсток попался вот еще древность какая-то вылетела типа серьга я не знаю или что это такое видите с узором битая перебитая но все равно видите какие-то безделушки попадаются вот так вот ребро торчало из земли я конечно думал нифига себе монитос какой гурт такой жирненький вытащила эта крышка оказалась сидор мид раша что за драже наверное какие-нибудь были или конфеты техника работает а я вот вышел на такую песчаную почву и у меня очередная пуговица с орлом ушка по моему нет у нее ребята убежали куда-то дальше там по пашне гулять а я вот здесь к большому-большому дому иду и снова монетка была где она потерял уже вон она торчит смотрите вот она ляп монетка или не монетка ага какая там нафиг монетка колечко какое-то я думал монетка сороковой год 15 копеек сигналов очень много это хорошо значит что-то будет показывает фенинг русский 828 уставший ты доволен хороший знак идем дальше по всей длине поля можно встретить эти самые трубки попадаются они довольно часто сигнал был у меня и вот какая-то я не знаю кусок древняшки какой-то видите там с узорчиками с точечками не знаю что такое какая-то иголка может от фибулы что-нибудь сплав материал подходим к дороге старой на границе поля у меня вот так вот отлично получилось походили мы полдня всякая огонька зацепчик вот этот вот джей р кусочек таблички трех фенинговик антон их очень уважает монеты советы в основном фенинги цинковые были но монеты попадались надо надо заметить что монеты попадались пуговицы всячески вот с короной пуговица вот это тоже какая-то явно кусок какой-то древнятины был так же как и вот это вот бисюрка с узором как вы можете видеть пуговка с орлом в основном безделушки всякие ребят и антон вот свою красоту принес вот это вот конечно зачетно но это янтарь сто процентов я думаю это янтарь друзья а ну и пуговка вот это вот с солнышком то ли цветочком старенькая тоже едино пенинговик старенький на этом сегодняшний выезд мы заканчиваем отправляемся домой худо-бедно погуляли походили немного погода нелетная но в целом нормально большое спасибо всем за просмотр и до новых встреч всем пока